В первую очередь психиатр начинает беседу с расспросов пациента о его биографии, социальной жизни, отношениях с родственниками и друзьями. Затем они переходят к наличию каких-либо отклонений, спрашивая о том, слышит ли пациент голоса, страдает ли от паранойи, имеет ли навязчивые идеи и ощущения, что его преследуют. Обязательным пунктом беседы является вопрос о наличии у пациента суицидальных мыслей, при этом следует отвечать максимально честно, чтобы психиатр смог составить клиническую картину проблемы. Для прояснения более четкой ситуации психиатры обычно задают провокационные вопросы, одновременно наблюдая за эмоциями, реакциями и мимикой пациента, а также пытаясь спровоцировать его на какие-либо действия. Такие вопросы задаются для выявления шизофрении, навязчивых тревожных состояний, а также нарушений когнитивных процессов и мышления. Кроме этого, при ответах пациента психиатр может изображать непонятливость, чтобы вывести его из себя и разоблачить ложь. К симптомам, которые могут стать поводом для его посещения, являются хронические головные боли, продолжительная усталость, апатия и другие необычные явления, которые не связаны с какими-либо медицинскими заболеваниями. Если вы хотите быстро похудеть или набрать мышечную массу, зайдите на сайт Атлетик Блок Ру. Атлетик Блок Ру – это научно обоснованные программы тренировок по фитнесу и бодибилдингу, эффективные риеты и планы питания. Здоровый человек успешен! Атлетик Блок Ру Атлетик Блок Ру